Помаши всем привет. Всем привет, скажи. Привет, привет. Вот так, еще постарайся, еще пальцы разогни. После страшной аварии Артем Британов не встает. Уже три года парень и его семья тратят на лечение сотни тысяч рублей. Борются за жизнь, а теперь еще и за жилье Артема и его маму выселяют. Дом аварийный. По оценке стоимости их жилье тянет всего на 590 тысяч рублей. Даже на самую маленькую квартиру не хватит. Комната не рассматривается, это однозначно. Получение просто денежной компенсации и покупка этой же какой-то комнаты, ну это не просто. Я даже не могу представить, как это все будет происходить. Здесь хоть все маленькое, но свое. Чтобы Артем получал должный уход, нужен как минимум отдельный санузел, чего нет в коммунальной квартире. А получить жилье вне очереди, как инвалид, Артем не может. У него нет хронического тяжелого заболевания. И семья не признана малоимущей. А это одни из главных требований. К сожалению, в настоящее время это сделать очень сложно, поскольку у них уже есть живое помещение и пенсия по инвалидности, которая, соответственно, будет превышать установленный мрот. Государственной программы поддержки, которая могла бы помочь Артему, на сегодняшний день не существует. Есть только один выход, который и предлагает семье Британовых городской комитет по ЖКХ. Для решения вопроса у нас в городе Барнауле есть социальная поддержка в соответствии со 161 решением Барнаульской городской думы, где они могут ориентовать жилое помещение до момента решения своего вопроса по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Но и на съемную Британовы переехать не могут. Не каждый арендодатель переоборудует квартиру под инвалида. Поэтому пока Артем с мамой летают на реабилитации, их родственники борются за полноценные квадратные метры и пытаются сделать практически невозможное – оформить статус малоимущей. Тогда есть шанс получить ключи от квартиры, а не комнаты. Полина Жданова, Александр Антропов, Илья Халяпин. День с толком.